здесь тоже не совсем конечно прямую но пересекается тема вот тех людей которые жалуются там что вот я прошел в церковь или я прошла в церковь а мне там какая-нибудь бабушка да или бывает что я не бабушка вот недавно мне как раз очередной раз пожаловались но на мужчину чтобы это мужчина подошел замечание сделала или женщина какая-то церковная подходит замечание делает и вот соответственно люди этим оскорбляются и говорят ну там значит все там ноги мои здесь не будет некоторые говорят другие все равно ходят но так сказать затаив какую-то обиду возмущение между тем это конечно же не не нормальное положение вещей я хотел бы об этом тоже на этом немножко подробнее остановиться поскольку возможно и вы тоже будете слышать какие-то такие истории с одной стороны конечно бывают иногда случаи что человеку нахамили нагрубили бывает такое в церкви но это бывает на самом деле крайне редко и конечно же я не оправдываю тех кто так делает те кто так делает они совершают грех и вообще в церкви никто не может делать замечание другому кроме человека который имеет благословение от настоятель вот есть человек которого благословили дежурные по храму благословили следить за порядком во время службы вот этот человек может делать замечание каждый вот кому не вздумалось подходить и исправлять другого конечно не должен ну и в целом само по себе там стремление желание исправлять из других она тоже не всегда происходит от заботы о церковном порядке иногда и может даже часто она происходит тоже от гордости человека который делает замечание но о том что не хорошо там грубить или резкие слова какие-то высказывать об этом многие говорят я бы хотел сосредоточиться на тех кто оскорбляется и мне бросилось в глаза что нередко обижающиеся они обижаются даже и тогда когда им никто не грубил и не хамил а просто сделали замечание на любое замечание человек обижается да как такое мне посмели сказать это конечно же тоже признак того что человек сильно болен гордостью на самом деле это нормально если ты чего-то не то сделал и тебе подошли и поправили что ты собственно говоря после этого стал все делать правильно так как принято и мне даже запомнились слова я знаю одного православного француза он сейчас уже пожилой человек но вот он с юности полюбил православие и обратился в православие он был знаком и даже был духовным чадом и святых поиси святогорца и устина поповича очень интересный человек и духовный и он рассказывал вот о его ознакомство с православием оно началось с того что он ходил в один монастырь православный женский на службы и он говорит что до матушки которые были в этом монастыре они делали им замечание они его поправляли но он не оскорблялся и не возмущался потому что он видел в этом с их стороны заботу о нем что они хотят помочь ему научиться правильно вести себя держать себя в храме то есть он в этом видел проявление внимания и заботы к нему и он говорит что сейчас вот то что из церквей как бы это удалили вот и никаких замечаний не делают ну кто-то может сказать что это более так сказать гостеприимно радушный человек любиво но с его точки зрения за этим скрывается равнодушие к человеку да мне по барабану что ты делаешь в чем ты пришел как ты себя ведешь меня это не касается и в этом равнодушие к человеку скрывается может скрываться по крайней мере мне запомнилась эта мысль вот то же самое почему я не скажем так не понимаю вот тех людей которые говорят что я пришел или я пришла в церковь мне там грубо что-то сказали и все поэтому я ушла больше ходить не буду потому что я сам когда только начинал ходить в церковь еще будучи подростком тоже столкнулся с этой ситуации я хорошо помню себя свое состояние ощущения я вместе со своим двоюродным братом вот мы пришли в храм в это не было было служебное время и там какая-то старушка значит она вот на нас нельзя сказать что прямо накричала но довольно резко она сказала нечего вам здесь делать идите отсюда конечно было ли нам приятно конечно не было нам приятно спорить мы с ней не стали ну как бы пожилой человек говорит насчет с и не спорить но мы послушались выше но у меня даже мысли не было что там все я больше ходить в церковь не буду или в эту церковь ходить не буду потому что у меня даже тогда было четкое ощущение что эта церковь она моя в той же мере что этой бабушки поэтому да сейчас я уйду чтобы так сказать ее не огорчать если ее мое присутствие огорчает но вообще-то эта церковь моя в той же степени что ее и через неделю я пришел опять в этот храм и ходил туда больше года или два или три года что уж не помню сколько больше никто не она никто другой не подходил ко мне и не говорил что так все тебя здесь не должно быть вопрос сразу можно батюшка это вот как раз вы затронули вопрос тема которые меня вот до сих пор каждый все время все время волнует я когда исповедуюсь батюшка я ему начинаю говорить вот что вот я виновата конечно что я по профессии учитель а что такое учитель это если неправильно поступает человек то ему надо сказать об этом его надо объяснить поправить его мне значит батюшка здесь есть дежурные они но дежурные не всегда видят вы знаете вот сижу вот мы вот я по себе вот моя как говорится реакция вот я сижу я на службе сижу из-за своего так сказать состояния и приходит вот даже мама там с детьми с маленькими она держит ребенка на правой руке а сама ему крестится левой рукой вы знаете вот 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 все вот так вот поднимается внутри наверх но стараешься себя вот знаете вот прижать и это вот как таких ситуациях быть или вот от одного от иконы спасибо спасибо спаса к иконе божией матери вот перед царскими воротами прежде чем подойти мне об этом сказали буквально в первые дни моего первого прихода сюда в храм она мне неудобно я там я вы мне наоборот говорите что я делаю не так и скажи и говорите мне как правильно надо делать потому что я говорю я я вообще прихожу при говорил в возрасте я сильного я не знаю как что и чего на тот период времени это было я никогда не воспринимала вот что вот там кто-то мне что-то наоборот спасибо большое я и поэтому когда я так так как как бы начала уже но не мне не сразу а вот последнее время и так на ушко шевчу там на эти вот что-то я сталкиваюсь таким моментом кто-то воспринимает говорит спасибо а кто-то оскорбляется вот как вот в такой ситуации быть мне кажется лучше помолиться у нас часто такое впечатление что вот если мы не не исправим человека то его никто не исправит это не так даже взять пример вот с тем что женщина неправильно перекрестилась ну ведь все знают как рукой надо креститься вот в этот раз вы не сказали в следующий раз и скажет может кто-то из родных кто-то кого она знает кому она больше доверяет господь пошлил человека который исправит ее поэтому мне кажется лучше соблюдать порядок церковный есть дежурный храме вот он или она имеет благословение было станет это очень важная вещь когда мы делаем что-то по благословению мы делаем это богом господь помогает а когда мы без благословения самочинно делаем еще неизвестно кому мы служим в этом отношении и через эти вещи ведь тоже всякие искушения и дьявол может искушать через какие-то такие вещи я вас тоже замечал за собой у меня был второй случай это много много лет спустя когда я уже был далеко не мне юный человек уже семьей с детьми но еще был мирянином ходил уже в другом месте может другую церковь ходил и вот я пришел стою в храме уже давно воцерковленный человек и вот тоже какая-то бабушка там проходит что-то говорит значит что там отойти дайте ей дорогу все такое прочее и как-то она это самое громко говорит резкий голос у нее и у меня тут возникает такое тоже возмущение какое-то искушение что вот там как-то грубо общаются нехорошо а потом я понаблюдал за этой женщиной и я понял во первых я понял что то что она говорит и резко но у нее просто проблемы с голосом она по-другому не может говорить собственно если сам текст который она сказала в нем не было ничего грубого вот просто резкий голос из-за ее такси проблем я не знаю с гортанью или еще и чем-то при этом когда у меня просил там отойти она выполняла послушание которое дал священник и в принципе она не могла выполнить если его не отошел вот то есть она все сделала правильно но даже при этом все равно вот как бы без меня искусил в этом отношении чтобы как-то возмутиться на нее но это я стал наблюдать и более-менее уже четверковный человек был наблюдать и размышлять над этим стал и как-то себя осадил понял что это же я просто в искушении женщина все правильно сделала все правильно она сказала ничего обидно в этом нету обычно это человек в смысле не церковный если он зайдет ему труднее будет справиться с искушением конечно все равно нужно справляться но нам со своей стороны вводить кого-то в искушение оно того не стоит но и равнодушным быть не стоит поэтому я и говорю если вы видите что кто-то что-то неправильно делает помолитесь чтобы господь его выразумил может быть он книжку где-то прочитает возьмет там получит там азы православия там как вести себя в храме может быть ему кто-то из родных подскажет или священник или дежурный скажет если что-то совсем происходит такое не не должен до нарушается благочиние в храме тогда нужно подойти к ответственному человеку дежурному и обратить внимание если же речь какая-то что кто-то ошибся в чем-то и так далее один раз можно просто потерпеть помолиться за человека тоже еще хотел сказать что вот здесь какие-то ну духовные вещи есть это мне запомнился один рассказ мужчина мне говорил когда он начал ходить в храм регулярно вот у него постоянно случались эти проблемы постоянно к нему подойдет какая-нибудь бабушка и какой-нибудь ему резкое замечание сделает и вот в общем он очень возмущался гневался из-за этого что тут бабки проходу не дают в общем как они могут и все такое но то типа терпел да вот это же по вопросу конечно терпения часто говорит что я терплю человек гордый человек смиренный даже не замечает что здесь что-то надо терпеть там понятное дело и не речь идет ни о каких-то вещах вроде как терпеть боль например да а именно вот таких вот соблазнах человек смиренный даже не заблазняется человек гордый вот типа я терплю вот он говорит вот я текст как бы с высока я вот их терплю они вот такие плохие а я вот такой духовный я уже их я их терплю так уж и быть я им ничего не отвечаю но внутри их осуждаю и вот он как-то попал на встречу с одним духовным человеком там мандритом и помимо всего прочего он вот начал ему жаловаться что на этих бабок что они там прохода не дают ну и ожидал от него услышать такие слова которые обычно говорят на этой темы что конечно это не хорошо грубо себя вести и так далее там это недостойно поведение и все такое прочее а этот ему архимандрит он и говорит если бы не эти бабки ты бы никогда не понял что ты из себя представляешь на самом деле и вот для него это было просто гром среди ясного неба и он тогда задумался конечно на то что это действительно господь посылает ему эти ситуации чтобы показать что что-то у него внутри уже пересмотрев это все он говорит что больше с тех пор ни одна бабушка ни в одном храме к нему не подходила и делали ни одного замечания тоже еще один мой друг мне рассказывал вот он пришел на праздник готовился причаститься все вот так сказать для него это важно торжественно поэтому все мы понимаем и стоит себе служба началась он стоит молится к нему подходит бабушка это него не ваше место или там не твое место давай это самое переходи он значит хорошо сдержался ушел перешел в другое место она к нему опять подходит и говорит что опять это не стоит на неправильном месте опять должен уйти и но все какие-то вот такие резкие вещи он уже у него там в душе все это самое закипает и вот он стоит значит и на службы уже не может за службы следить не молится все возмущается то что вот бабка ему это самое покой не дает короче говоря и что такое вообще происходит и тут он тоже понимает что это искушение и он себя останавливает волевым таким усилием и говорит вот если она в третий раз ко мне подойдет ее просто поцелую больше она к нему не подходила и он самое главное победила это то есть у него это все ушло вот это состояние и вот конечно здесь возвращаясь к тому первому стиху нас получилось довольно подробно объяснение его потому что именно почему буйный не слушает обличения потому что он буйный потому что у него нарушена его внутреннее духовное правильное состояние поэтому если мы тоже чтобы понимать вот тот человек да кто мы есть на самом деле мудрый ли мы сын или буйный сын нужно смотреть как мы реагируем на обличение если получив обличение мы вот отвергаем спорим возмущаемся или даже можем сказать да там спаси господи а внутри так сказать возмущаться и не соглашаться и гневаться кто-то меня посмел исправить в этом случае это значит что мы буйные то есть безумные что значит будет безумный безумные опять же напоминаю контекст книги притч это значит лишенные разума божия не критическом сумасшедстве идет вещь а именно о том что нету разума божия нет мудрости божией